Здравствуйте, друзья! С вами Лолита Леонидовна и Бартоломео. Добро пожаловать на Час Истории. А сегодня мы поговорим о школе. Надеюсь, за время дистанционного обучения вы не забыли, как выглядят ваши учителя и как их зовут. Если нет, то напишите в комментариях имя вашего любимого учителя. Кстати, это вопрос не только к детям, но и ко взрослым, ведь все учились в школе. Вспомните ваших любимых учителей и напишите нам о них. А я хочу познакомить вас с Тимо Парвелла. Представьте себе, он стал любимым учителем не для одного класса и даже не для целой школы, а для всей Финляндии. И не только для неё. Почему? Ну, потому что в свободное от урока время он стал писать книги, а потом и вовсе стал замечательным и знаменитым детским писателем. Сегодня мы с вами почитаем его книгу «Элла в первом классе». В ней три части, и мы прочитаем главы из первой части, которая называется «Элла и шантажист». Знаете, кто такой шантажист? Бартоломео, ты знаешь, кто такой шантажист? Иногда бываешь ты. Привет! Меня зовут Элла. Я учусь в первом классе. Класс у нас хороший, и учитель тоже хороший. Вернее, был хороший, потому что в последнее время учитель стал вести себя как-то странно. Раньше это был самый обыкновенный учитель, задавал много домашних заданий и сердился, если на уроке кто-то шумел. Но однажды всё изменилось. Учитель назвал доску соской, забыл про домашку и даже не заметил, что Тука и Сампа весь урок рассматривают фотки хоккеистов. А потом появилось это письмо. Первым его заметил Сампа. Он зашёл на перемене в класс, чтобы взять мяч. Учитель сидел за столом и читал письмо. Лицо у него было красным, а руки дрожали. Заметив Сампу, учитель быстро спрятал письмо в портфель и виновато улыбнулся. Но самое удивительное, он ни слова не сказал про грязные ботинки Сампы. Смотрите, сколько следов. Всё это было очень и очень странно. Мы дружно подумали и решили. Это шантаж. Про шантаж придумала Ханна. Явный шантаж, сказала она, услышав о письме. Почему? Спросил пап, который никогда ничего не понимает. Потому что жертвы шантажа всегда нервничают, когда получают письма от шантажистов, пояснила Ханна. Вот, значит, нашего папу тоже кто-то шантажирует. Он всегда нервничает, когда получают счета за телефон, решил Сампа. Шантажисты просят принести в парк чемодан денег, заявил Тука со знанием дела. Тука всегда всё знает. Зачем наш учитель потащит в парк чемодан денег, удивился пап. Наверное, шантажисты держат в заложниках его ребёнка, предположил Тука. Но у учителя нет детей. Значит, они украли его жену. Но у нашего учителя нет жены. Ситуация складывалась непростая. Мы дружно подумали и решили, что всё это очень странно. Зачем учителю нести в парк чемодан денег, если у него нет ни жены, ни детей? Бедный учитель вздохнула Ханна. Мы должны ему помочь. Но как развёл руками пап? Никто не знал, даже Тука, хотя обычно он всё знает. Мы решили подождать. Второе письмо лежало на столе у учителя, когда я утром пришла в школу. На белом конверте было аккуратным, округлым почерком написано имя учителя. Конверт был тяжёлым. Я попыталась разглядеть на свет, что там внутри, но ничего не было видно. Я уже опустила письмо обратно, когда заметила одну странную вещь. На конверте не было почтовой марки. Это значит, что кто-то принёс письмо лично. Да, возможно, я даже видела его в коридоре. Я попыталась вспомнить, кого я видела. Может быть, кто-нибудь из этих людей был шантажистом? Может, бабушка в тёмном платке? Или тот дядя с собакой? А что, если это кто-то из работников школы? Я прям-таки загорелась от идеи. Учитель вынужден платить директору, чтобы та разрешила ему учить нас. Или нет? Школьный повар отказывается жарить котлеты, если ему сейчас же не принесут чемодан денег. А может, это кто-то из нашего класса? Нет, невозможно. У меня даже голова закружилась от всех этих мыслей. Я решила дождаться перемены, чтобы рассказать о своих догадках всем остальным. Это учительница Бэшек. Я точно знаю, сказал, выслушав меня Пат. С чего ты взял, усомнился Тука? Потому что все Бэшки придурки, ответил Пат. Это не аргумент, возразил Тука. Вот я думаю, что физрук, потому что он лысый. Все шантажисты лысые. Ну нет, шантажисты бывают еще маленькие и сморщенные. Как, например, учительница английского языка у старшеклассников. Со знанием дела сказал Сампа. «Маленькие и сморщенные – это отравители!» – не сдавался Тука. «Нет шантажисты, нет отравители!» – тихо вы оба! – прикрикнула на них Ханна. «Послушайте, у меня есть план. Надо проследить за учителем и выяснить, кто его сшантажирует». Все дружно подумали и согласились. На следующей перемене учитель пошел в учительскую. Сампа и Тука решили притвориться комиссией из отдела образования и таким образом проникнуть в учительскую. Они сделали себе из ваты усы и бороды и старались говорить низкими голосами. «Ну что, похож я на комиссию?» – сказал Сампа сквозь бороду. «Скорее на Санта-Клауса!» – ответил Тука. И вот такая комиссия с ватными бородами и усами постучала в дверь учительской и вошла. «Есть здесь послушные детки?» – спросил Сампа громким голосом. «Балда они, учителя они, детки!» – зашептал Тука. Учителя удивленно смотрели на комиссию. Они явно не ожидали ее прихода. Только наш учитель втянул голову в плечи и старался быть незаметным. «По-моему, здесь все в порядке!» – сказал Сампа и повернулся к двери, чтобы уйти. Ему было неловко, потому что один из ватных усов неожиданно отклеился. «Сам вижу, что все в порядке!» – согласился Тука, хватая Сампу за рукав и не давая ему уйти. Он даже печенье на столе. «Может, вы голодные?» – спросила маленькая и сморщенная учительница английского. А вы помните, что они о ней говорили? Тука и Сампа замерли от ужаса. «Угощайтесь! Это домашнее!» – сама пекла! – улыбнулась старушка. «Мамочки!» – прошептал Тука. «Спасите!» – закричал Сампа, и они оба выбежали прочь из учительской. «Ну как?» – мы ждали их в коридоре. «Я был прав», – сказал Тука. «Маленькие и сморщенные – это отравители!» Последняя перемена была самой спокойной. Учитель встретился в коридоре с директором. Мы с Ханной в это время прятались в гардеробе и подслушали весь разговор. «Мне надо с вами поговорить», – сказал учитель. «Я вас слушаю», – ответила директор. «Дело в том, что мне срочно необходим отпуск», – вздохнул учитель. «Отпуск? Но учебный год только начался!» «Понимаете, я в последнее время сильно нервничаю». «Мы с Ханной переглянулись». «К тому же есть ещё одна причина», – уклончиво сказал учитель. «Какая причина?» – поинтересовалась директор. «Я не могу вам пока рассказать, но, видите ли, сегодня я получил письмо». Учитель понизил голос. Мы с Ханной снова переглянулись. И тут я неожиданно икнула. «Вы что-то сказали?» – переспросила директор. «Нет», – прошептал наш учитель. «Ик!» – снова вырвалось у меня. «Может быть, это куртка икает?» – удивилась директор. «Нет!» – выкрепнула я. «Так-так», – сказала директор. «Так-так», – вздохнул учитель. «Ваши ученики странно ведут себя последнее время», – заметила директор. «Хорошо, берите отпуск». «Наш учитель послезавтра уходит в отпуск», – доложила я всем в классе. «Это для того, чтобы никто не мешал ему отнести деньги в парк», – сказал тупка. «Мы должны помешать ему сделать это», – решила Ханна. «Но мы же не знаем, в какой парк он пойдёт и когда», – сказала я. «Значит, именно это мы и должны выяснить», – сделала вывод Ханна. «Мы решили незаметно проследить за учителем после школы. Оказалось, что учитель живёт в многоэтажном кирпичном доме». Вообще-то, это мы и раньше знали, потому что Пат и Ханна живут в том же доме. «А что теперь?» – спросил Сампа, когда учитель скрылся в подъезде. «Вопрос остаётся открытым. Мы должны выяснить, где и когда», – упорствовала Ханна. «Что и как», – добавил тупка. «Сколько и почему», – сказала я. «У-у-у-у-у, расстроился Пат, он уже проголодался. «Мы решили отправить меня и Ханну домой к учителю. Нас выбрали, потому что мы хорошо справились с предыдущим заданием». Учитель открыл дверь. — Мы пришли узнать домашку, — сказала я, и попыталась заглянуть в квартиру. — Как? Весь класс не знает, что задано? Он покачал головой и пошел в комнату. Мы с Ханой остались в коридоре. На вешалке одиноко висел зонтик и пальто. К зеркалу были прилеплены аккуратные маленькие бумажки с надписями, а у двери стояла зеленая дорожная сумка, большая и пустая. — Такая же сумка есть у моего папы, — прошептала Ханна и ткнула меня вбок. Но я даже не дрогнула, потому что заметила на стене маленькую красную записку. В четверг в парке, в парке у вокзала в 21.15. — В такую сумку можно целый банк запихнуть, — задумчиво сказала Ханна. Учитель вернулся буквально через минуту, застав нас врасплох. — Вот, — сказал он, — и протянул нам сложенный вдвое листок. — Что это? — спросила Ханна. — Это деньги! — крикнула я, схватила Ханну, и мы бросились на утек. Растерянный учитель так и остался стоять в дверях с листиком в руке. Утром зеленая дорожная сумка уже стояла около учительского стола. Она была на замке. Это мы проверили на перемене, когда учитель выходил из класса. Все думали только о сумке и о деньгах, и никто не слушал учителя. — Назовите мне животное, изображенное на картинке, — попросил учитель. — Сумчатое окошко! — рассеянно ответил Сампа. — А сколько будет восемь плюс два? — спросил учитель. — Целая сумка! — вздохнула Ханна. — А где находится Швейцария? — В швейцарском банке! — выкрикнул с места пад. — Да что с вами сегодня, — удивился учитель, но тут прозвенел звонок. На перемене Ханна притащила в класс папину дорожную сумку. Она была точно такая же, как у учителя. Накануне вечера мы набили её старыми комиксами про Дональда Дака. А утром спрятали в спортивном зале. Ханину сумку мы оставили в классе, а сумку учителя отнесли в спортивный зал. Вот шантажисты-то удивятся, когда вместо денег найдут комиксы. Пад сказал, что они должны быть очень рады, потому что такой коллекции ни у кого нет. Весь остаток дня мы смотрели на сумку и думали о комиксах про Дональда Дака. И никто не слушал учителя. Наконец прозвенел звонок. Учитель вытел с лба пот и сказал, — Ну вот и всё! Мы собрались во дворе, чтобы окончательно во всём договориться. Сбор назначили на двадцать сорок пять. — А я ещё часов не знаю, — забеспокоился Пад. — Не волнуйся, сейчас я вас познакомлю, — сказал Тука и вытянул вперёд руку с часами. — Часы — это Пад, Пад — это часы, будьте знакомы. В парке было очень темно. Учитель поджидал шантажиста на небольшой полянке, окружённой кустами. Если бы я была учителем, то наверняка страшно бы испугалась, потому что кусты всё время кряхтели и перешёптывались. В кустах сидели мы. — Все на месте! — громким шёпотом спросила Ханна. — Все, кроме Пада! — ответил голос из темноты. Пад сказал, что немного опоздает. Он готовит какой-то сюрприз, — пояснил Тука. — Все с собой взяли фонарики? — уточнила Ханна. Все тут же показали. Вокруг Ханны запрыгали яркие лучи. — А ты чего? — спросила Ханна у тёмной фигуры. — Есть у тебя фонарик или нет? — мальчик не отвечал. — Скажи хоть что-то, а то стоит как памятник, — разозлилась Ханна. — Это и есть памятник! — прошептал Тука и постучал по бронзовому плечу. Ханна махнула рукой и продолжала командовать. — Давайте распределимся по кустам, пусть каждый выберет себе куст. Я посмотрела на учителя. Он сидел верхом на сумке и нетерпеливо поглядывал на часы. Сидеть одному в темноте довольно страшно, хоть и знаешь, что за спиной у тебя весь класс. Я сидела и смотрела на небо. Оно было чёрным и неподвижным, только кроны деревьев медленно раскачивались из стороны в сторону. Вдруг со стороны вокзала послышались чьи-то шаги. Скрип, скрип, скрип приближались они. — А что, если шантажист и правда наш физрук? — подумала я. — Он ведь большой и сильный. Как же мы с ним справимся? Шантажист вышел на край поляны. Он сделал два робких шага вперёд, но потом остановился и вздохнул. Мы затаили дыхание и прислушались. Со стороны города тоже послышались шаги, но другие, лёгкие и быстрые. Топ-топ-топ-топ. У шантажиста была сумка, но поменьше. А что, если он захочет переложить деньги прямо здесь, в парке? Тогда весь наш план рухнет. Моё сердце забилось быстро-быстро. Шантажист тихо приближался к учителю. Учитель, заметив его, медленно поднялся. У меня даже руки вспотели от напряжения. Большой палец навис над кнопкой фонарика. Шаг — ещё один. Шантажист остановился, опустил свою сумку и поднял руки. «Жми!» — закричала Ханна. И в тот же миг лучи наших фонариков метнулись в сторону учителя и шантажиста. Девятнадцать световых ниточек окутали их, словно паутина. Они завертелись на одном месте, стараясь закрыть глаза от слепящего света, бьющего со всех сторон. Мы начали их окружать, но тут, на краю поляны, появилось ещё два ярких, незапланированных луча. «Вот они!» — послышался звонкий голос пата. «Не двигайтесь, это полиция!» — прозвучал вслед за этим густой бас. Гордо задрав к небу голову, подшёл между двумя полицейскими. Он первым приблизился к учителю. «Посмотрите, кого я привёл!» — сообщил он с довольным видом, но тут же осёкся, вглядевшись в лицо шантажиста. «Что всё это значит?» — грозно спросил учитель. «Да, что всё это значит?» — повторила стоявшая рядом с ними учительница Бэшек. «Мы все были страшно растеряны». «И выключите, наконец, фонарики!» — сказал учитель. «Все тут же выключили, даже полицейские!» Стало темно и тихо. «А один фонарик можно включить?» — робко попросил полицейский. «А то я темноты боюсь!» «Один можно!» — разрешил учитель. «И кто же здесь шантажист?» — спросил другой полицейский. «Она!» — сказали мы и показали на учительницу Бэшек. «Послушайте!» — вмешался учитель. «Никто никого не шантажирует!» «Мы с Ритвой собираемся в свадебное путешествие. И если вы нас сейчас же не отпустите, мы опоздаем на поезд!» «В свадебное путешествие?» — охнул весь наш класс. «Как романтично!» — вздохнула Ханна. «А разве можно ехать в свадебное путешествие без свадьбы?» — сказал Тука. «А мы сегодня как раз поженились!» — улыбнулась учительница Бэшек и показала нам обручальное кольцо. «Какая прелесть!» — ахнули девочки. «Какая гадость!» — сморщились мальчики. «А как же письма?» — опомнился Сампа. «Балда! Это были любовные письма!» — пояснила Ханна. Учитель и учительница покраснели и улыбнулись. «Значит, шантажистов нет?» — еще раз уточнил полицейский. «Нет, есть только молодожены!» — заверил учитель. «Какая прелесть!» — снова ахнули девочки. «Какая гадость!» — поморщились мальчики. «Потом мы зажгли фонарики и торжественно пошли провожать учителя на поезд». Учитель сказал, что шествие было очень праздничным. А учительница Бэшек добавила, что просто сил нет, как романтично. Пад сказал, что если сил нет, то он может помочь понести ее сумку. Учительница засмеялась и сказала, что сумка совсем не тяжелая. Когда поезд тронулся, мы стали чертить лучами фонариков большие круги в небе и кричать «Ура!». «И все же странно, с чего это наш учитель решил жениться на шантажистке?» — удивился Пад. «Надеюсь, им обоим нравятся комиксы про Дональда Дака, — сказала я, когда последний вагон скрылся из виду». А я надеюсь, что вам понравилась эта книга. И если вы хотите почитать другие истории про Эллу и ее класс, ну, например, как Элла ходила в театр или как весь класс отправился в зоопарк на экскурсию, вы можете почитать эту книгу в нашей библиотеке. У меня для вас приятная новость. С первого июня наша библиотека открывается для читателей. Приходите, эта книга будет вас ждать. Ну, а на сегодня все. До четверга, до следующего часа историй. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»